Убывай! Ты знаешь, что нельзя гибикать. Не можно гибикать. Чё мобильный не берёшь? Я посмотрю каждые 2 минуты. И вот как раз каждую вот эту минуту, которую ты, например, позвонил, я и не взял. Друзья, застряли. Здорово. Привет. Здорово, Серёга. Застряли. Раз, раз. Ну и ещё, ещё назад чуть. Так, друзья, всем привет снова. Встретились с Серёгой Трейсером и выдвигаемся в экспедицию. В прошлой серии мы не закончили то, что начали делать. Серёга, тебе отдельное спасибо. Просто низкий поклон. Потому что приехали именно по-мужски добить нашу идею, нашу мечту воплотить в жизнь. И сегодня мы, надеюсь, так и спустимся. Будет всё хорошо. Нормально пройдём. Сегодня, мне кажется, водопад будет пожёстче. Воды будет больше, зрелищ не будет выглядеть. Но технически это будет намного проще всё сделать. А вот и не будет больше, сейчас всё потайну, сейчас всё замёрзло. Ну, может и так. Как Серёга доехал с Житомира? Нормально. Ну, чуть-чуть дольше, чем обычно. Там, немножко тягучка была на трассе. Так дороги засыпаны, но... А у тебя полный привод? Всё хорошо. Да, я, кстати, чуть-чуть по обочине проезжал, чтобы быстрее всех объявил. Тянет, шикарно тянет, да? Неплохо. Да, Серёга, спасибо тебе ещё раз, что приехал. Да ладно, что я там... Потому что... Потому что, ну, неловко, что ты так промок в прошлый раз. Ну, получилось, бывают, как бы, сложности непредвиденные какие-то. Ну, всякое случается. Серёга, Серёга сидит в земляночке, там уже интернет. А тут ехать, короче, в этот Киев с пробками по снегу и тупо в какую-то трубу лезть и страшно мокнуть в минус 20. Я, кстати, в землянку свою сейчас не могу попасть, вообще никак. Не доберёшься? Там, получается, последние участки, там, как бы, вообще никто не ездит. И там сейчас снегу, наверное, по пояс. Я боюсь, что, если я туда заеду, меня даже трактором не вытернет. Жёстко. Всё, тогда будем тусоваться в киевских трубах. Да. Камеру вырубать. Здесь видеосъёмка запрещена. Здорово. Добрый вечер. Добрый вечер. А, это вы нам помогали, вы движение помогали организовать. Ээ, братан, спасибо. Привет. Давай, дядька. Я кушал. Давай выкину. Да, нет, нормально. Давай. Нет, там кофе ещё есть. Давай, давай. А у тебя три. А можно, пожалуйста, согреться? Нет, я буду охранять. Я там живу просто на лавочке. Да. Всё. Красивый, вот и порядочек. Чтобы было сработано нормально. Всё, не замерзай в снегу, чтобы аккуратно греться. Всё, счастливенько. А крути морфинштерна. А? Морфинштерна крути. Морфинштерна? Да, одну песню можно, пожалуйста. Без примера ламба или фера у меня проблемы. А, уже нет. А, нет. Не, не снимай. Подписывайтесь на канал Супер Сус и... Сергей Трейсер. Сергей Трейсер. Всё, спасибо большое. Всё, мы полетели. Спасибо. Всё. Видишь, взятка, взятка. Ребята, взятка. Взятка. Говорю, главная девственность, второй раз в жизни не потерять. Я один раз вот так вот с вылазки шёл, из горки решил по снегу сократить дорогу. Лечу такой, лечу, еду по сторонам, смотрю, чувствую, ай. Чувствую, что-то течёт, короче, всё нога мокрая. Я снимаю химзу, штаны, вторые штаны, подштанники, трусы, короче, всё прорезываю. И вот такая дырка на сраке. Кусок трубы торчал из-под земли, я наскочил. Это печальная история. Ну, и теперь я не девственник. А, вот прямо по курсу наш колодец, да, тупо вниз. Поехали? Да. Сус, сус, фаер выпал, стой. Смотри, выпал как минимум один фаер, хорошо, что я его увидел. А где второй фаер? Второго уже всё, не май, не будет. Один, ну ты и найди. Ну ты-то не найдёшь. Чего? Ну посмотри-ка, тут дорога. Ладно, сейчас всё зашло. Да всё, забей, нам одного хватит. Да нет. Эко снегу навалило. Пацаны, мы подошли к нашему колодцу, и посмотрите, дыхание, горячее подземелье, какой выяло себе путь. Вот это фигачит пар, подземная влага, и, кстати, запах идёт очень характерный такой, подземный. Нашёл? Да. Ну, нормально. Они воды, кстати, не боятся, я не знаю. Не, они под водой даже горят. Так, друзья, прошла неделя, и выпал снег. Прошла целая неделя, и выпало очень много снега. Собираемся мы сейчас вон туда. Вон туда сегодня лежит наш путь. Кстати, в детстве я когда-то мечтал проковырять и туда залезть. Даже не знал, что этот люк существует туда. А сейчас Серёга воплощает наши мечты в жизнь. Так что, Серёга, тебе спасибо. Я надеюсь, что сегодня всё хорошо пройдёт, и мы уже взрослые. У меня в каждом видео всё так палец, у меня же неловко. Ничего неловко, а хорошего человека должны много хвалить. Так что сегодня всё сделаем по красоте. Я вам покажу свою мечту, а вы когда-то мне свою. Идёт? Спасибо. Я думаю, что нормально. Договоримся. Пацаны, как вы помните, здесь неделю назад закончилась наша экспедиция. И вот сегодня мы возобновляем наш путь от того места, где мы засейвились. Многие спрашивают, как ты открываешь домки, люки, двери. А я вам скажу, вот самый лучший ключ его на день рождения подарил Стэнли. В руках Сусанина он почти год живёт. А это огромный показатель для вещи. Которая год выжила в нечеловеческих условиях. Это зубило, открывалка люков, плюс разводной ключ, короче, всё вместе. И молоток ещё, кстати. Я уже ни одну забутовку им вскрыл. Очень удобно тарабанить. Вообще можно снег разгибать. Ладно, друзья, идём вниз, всё-таки дело как бы нешуточное. Шутки-шутки, ну фу-фу, уже почти руку постучать. Чтоб хорошо было. Опа. Ого. Что? Скользко. Ой. Ой, вот он. Уже не тот. Опа. Так, давайте вещи подамся. Я суперсюст, ваш любимый Бармалей. Господа, хотите ко мне в... Ой, не сыпешь на меня. Давай сумки. Хотите ко мне в гости, пишите в комментариях. Как вам всё, как Сусанин? Что-то до 40 лет он живёт по канализациям. Как вы думаете? А он, наверное, тут родился, тут и живёт, тут и останется, наверное, всю жизнь. Тут невесту себе найдёт. Какую-то эту подземщицу. Давай верёвки, Серёжа. Держи. Держат. Всё. Стой, 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 я с подвалки сниму. Я думаю, она вообще не нужна нам. Держи ключ и лови верёвку. Сус. Давай. Ничего, что она в воду упала? Ой, как она всё равно сейчас мокрая будет. А-а-а, гусей, гусей. А, бери рюкзак. Давай, взял. Ну всё, мы на родине, Сусанина. А-а, на родине. Еду я на родину. Пусть кричат подземная. Она нам нравится. Хоть и тут воняется. Всё, Серёга, за что будем вязаться? Ну, сейчас, короче, давайте залезем туда, посмотрим. Вот арматура, за неё лежит. Можно за вот эту арматуру, но я предпочёл бы там дальше. Мы берём вот эту, у нас есть короткая запасная верёвка. Мы сейчас её берём как страховку для того, чтобы спуститься. А основную верёвку, на которой будем слазить, мы уже закрепим там. А там висеть надо прям? Ну, там всё, сразу дырка. Ага, сразу? Ну вот, смотри, дырка и там пропасть. Ну, Сус, стоял. Ну, я там не буду стоять. Ну, хорошо, давайте тогда тут оденемся, короче. Одеваемся тут и, ну, на вот этой верёвке, типа, спустимся туда, а там перестегнёмся просто. А там есть за что крепиться, Сус? Не знаю. Вот на борт становишься. Еду. А как ты туда залез? На торгу садишься и сидишь. А всё, тогда. Что, Серёга? Надо, короче, наверное, тут вязаться за эту арматуру просто. Там неудобно? Да, и спускать я вас буду, наверное, отсюда. Ну, всё. А отсюда? Я там просто стоять не смогу. Чего, страшно тоже? Да, что-то дёшно немного. Не, не. Ну, блин. А тереться не будет верёвка в этот перепад? Да какая разница, тут скользко, нормально. Не, оно не, это нормально. Что страшного? Она будет тереться не в одном месте, а по всей длине, то есть в каждом месте по чуть-чуть. То есть, если бы она тёрлась всё время в одном месте, туда-сюда, она перетёрлась. Ты уверен? Да. А, может, знаете, что взять? Там мешок сверху лежит, мешок подложить. Да, можем мешок подложить, но вообще, как бы, такая схема работала раньше. Давай подложим мешок. Да. Короче, есть ещё один момент. Нужно как-то будет проверить, или верёвки хватит длины. А, я сейчас зайду и посмотрю. Давай сейчас проверим. Не заходи только. Мы тебя отдельно привяжем, чтобы ты со страховкой туда заходил. Да я так захожу здесь. Так отсюда кинь верёвку и всё. Ну, а я зайду и гляну, давай. Давай, давай, давай. Только не заходи туда. Да я зайду нормально. Мы его привяжем, короче. Да чё привязывать, там бы ширины хватает. Предположительная глубина 20-30 метров. Нужно хватить туда. Сбрасывай вот этот узелок. Друзья, я вам просто сейчас, прежде чем лезть, я вам покажу, господа телезрители, как выглядит эта яма, чтобы вы понимали, с чем мы имеем дело. Скидают эту узелок, пожалуйста, вниз. Куда оно взялось ещё? Вот туда сейчас, пацаны, будем спускаться. Ну так, не по себе, да? А мне по себе. Я не знаю, мне что-то по себе. Вот это моё именно, стихия. Верёвки, дырки, ливни, колодцы, шахты, могилы. Вот это моё, моё всё. Не боюсь. Кайф. Пацаны, мы сейчас проверим глубину колодца. Просто скинем вниз верёвку. А, она двойная, да? Да, типа сразу двойная. Всё, не вылазь больше. Суд, блядь. Не вылазь. Супи, молодой бог. А? Страви, страви. Стой, стой, не вылазь больше. Стой, стой, не тяни, Сус. Сус, не тяни. Не видишь край верёвки, Сус? Что? Ничего, спустай, спустай. Друзья, вот у нас закончилась верёвка, финал. Дадим Санину большой фонарь. Стоп. Он просветит и увидит, достали мы до дна или нет. Сейчас даю. Держи. Что, ребята? Посвети вниз, Сус. А ты меня сейчас садишь. Видно, что это? Да, верёвка, вот это было. Существует? Сусанин говорит, что 3 метра лежит на дне. Плюс она сейчас ещё под нагрузкой немножко растянется. Потому что, ну, она мокрая, она может хорошо растянуться. Я думаю, что если Сус там ничего не перепутал, пацаны должны... Может, ты выглядишь? Ну, давай попробуем сейчас. Ну, как ты оцениваешь ситуацию? Ну, там сесть можно, там танцы танцевать можно. Там столько пространства ещё. Аккуратно воду не набери. На, парни, здесь ничему не учат. Я ничего не вижу. Терёга, доверьтесь мне. А? Доверьтесь, пожалуйста, мне. В принципе, что я скажу. Было бы хорошо за рельсу туда перевеситься. Ну, немножко с трёхом бы туда лазил. Я не знаю. А, ну покрёпай, ебану, бану! Короче, ситуация следующая. Санин предложил, там внутри есть какая-то большая рельса. Мы сейчас к ней привяжем верёвку, по которой будем спускаться. В общем, я сейчас иду первый. Сус мне подаёт верёвку, я её привяжу. К ней мы, собственно, и будем потом крепиться. Короче, кому не понятно, потом всё увидите. Ну что, я погнал? Да, я привязан, всё пристраховано. Никто, как бы, никакой секунды даже не будет рисковать своей жизнью практически ни капельки. Главное сейчас с таким остаться. Короче, ребят, подписывайтесь на канал Супер Суса, потому что такой трэш вы больше нигде не увидите. Надо бы, ой, вперёд лезть, Серёга. Да, чтоб я сейчас опять начерпал воды. А ты уже пристрахован? Да. Всё, я уже вешу на верёвку. Мне уже ничего не страшно. Сус, подай мне верёвку. О, Димон, дай фонарик, я посвечу построю, или верёвку видно. Да, верёвка лежит на дне, это хороший знак. А рельса крепкая? Вот это я не могу ручаться. Ну, видно, что она, короче, уже такая жизнеповидавшая. Вот, расслоился металл. Но Сусанин говорит, что крепкая. А может, ну, ещё страховку за что-то сделать? Всё-то придумаем. Вот так вот, пацаны, мы привязаны. Я в этом ничего не понимаю. Ну и чувствую, конечно, неуверенность. Ну что, пубертат, ваши ощущения перед спуском? Слишком просто всё. Холоднокровие и неиздержанное желание скорее спуститься. А сейчас спустимся, и всё будет хорошо. Доверяю свои руки в его руки. Всё, пацаны, мы вылазим в колодец, всё готово. Самый волнительный момент. Сусанин говорит, что ему по кайфу. Но мне реально стрёмно, не по себе. Страшно реально? Стрёмно, очень. Да, я лицо твоё покажу. Дивон, друзья, Димон. Очень жёстко, в натуре. Я, что касаемо верёвочных спусков, я очень очкую. Если ты идёшь по лестнице, которую ты своими руками держишь, ты её ощущаешь, полностью контролируешь, это одно. А когда здесь вещи, в которых ты ноль, и доверяешься кому-то другому, то здесь реально очково становится. Пару идёт плохо, ну ладно. Всё, запаривает камера. Всё, пацаны, полетели. Нет, уже дома сидел бы, капец. Сус, отдай верёвку. Видай мутузку. Бегом, видай мутузку, сказал. Ну да, получается, выстегнуть. Вниз ногами, Сус, так удобней будет. Сус, не с ногами, давай. Серёга, я уже пристрахован. Да, я вас взял бы. Всё, вылазь. По-другому это на пузе, короче. На пузе с усами. Один пуль в один набрал. Сделай посусаряйте тогда. Сейчас ты тут встанешь, и мы уже финально посмотрим, ничего ли нигде не перепутано. Иди дальше. Ну, столуй голову. Я застрял. Ну, что ты делаешь, Сусаня? Ну, что ты делаешь, Сусаня? Ну, что ты делаешь? Так, что делаешь, Серёга? Отойди туда назад чуть-чуть. Мне негде, я сижу на жопе, на пуполе. Он не может руками зарядиться. Я не могу, я зажат. Сус, ты не можешь тоже пройти. Сус, пожалуйста, не дёрнись руками. Су, пожалуйста, не дёрнись руками. А мы сейчас удобнее. Стой ногами и держись руками. Всё, вот. Стой. Смотри. Дим, я тебя на секунду отстегну. Ты уверен, Василий? Да. Давай, подожди. Давай, держись. Вода невкусная. Ну, конечно. Минералка. Так, Дима. Да. Так, я встрахован? Да, ты встрахован. Всё-таки было всё правильно. Всё? Было всё правильно. Всё, слушай. А что у нас одна веревка короткая, другая длинная эффект? Всё нормально. Ты уверен, Трёх? Теперь ты должен повиснуть, да. Просто спокойненько повиснуть? Я не знаю, насколько это спокойно у тебя сейчас первый шаг этот будет. Ну, то есть ты не прыгай, ты просто должен как-то плавно повиснуть на этой тизне. И дальше контролируешь меня чистоты? Ну, получается, да. Всё, я начал. Давай. Рыками не за что не дедача. За балку, да, можно? Да, да. Сколько сейчас я вниз пройду? Сколько. Всё, можно? Давай. А что у меня за спиной за верёвка? Всё нормально? Стой, 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 стой. Что мне сейчас делать? Дерекиню. Держи меня. Я держу тебя. Я держу тебя. И дашь нам зонт потом, Серёга. Да, я тогда. Вы будете вот так вас боишься, дать, что нам зонт. Давай, Суф, пошёл. Страшно. Пошёл. Пошёл. Так, держи меня. Держи меня, Дима. Я держу. Ой-ой-ой. Есть? Да. Ой. О, нормально. О, нормально. О, нормально. Стой, стой, стой. Стой, Серёга, всё нормально? Зонт дай. Дай зонтик, пожалуйста. Спасибо, выполняем функцион. Так, поехали. А? А? Слышишь, Серёга? Ещё попрошу, у тебя телефон далеко твой. Нет, не я не... Хорошо, всё, давай. Всё, всё, Серёга, ты нас спускаешь? Так. Поехали. Нет, не спеша, стой. Стой, я боюсь. Стой. Стой. Стой, стой, стой. Стой, стой. Не ударяй, пожалуйста. Не ударяй, секунду. Стой, стой, Серёга. Остановись. Сейчас, сейчас минута паузы. Сузда, встань по упроку. А где она? Она у тебя в сумочке. Угу. Вот она, есть. Серёга, не спускай нас! Не спускай! Скажи! Я буду спускаться ниже, зонт будет сильнее мочить. Всё, Серёга, спускай! Потому что зонт проломился, понял? Да. Давай. Аккуратно руку, когда вы не получите. Друзья, капец, это страшно! Я не знаю, вся наша жизнь в руках Сергея Трейсера! Ё-моё, вот это да, дождь льёт! Ты как, нормально? Да, пацаны, я ничего не вижу! Заливает ливень! Заливает! Этот дождь еле-еле спасает нас! Э-э-э! Серёга, стой! Стой! Вот она, дождяная, заливает! Серёга, спускай нас! Да, gdzie ты? Да, она, заливает! Да, она, заливает! Да, она, theology! Персюжка! Все, друзья, спустились сюда, капец, 40 метров, ого, смотри наверху, ем на него, ого, вот это да, ой, я весь мокрый нахер, вода соленая, капец, походу с города идет, фу, ого, эмоции, да, я что-то легкомысленнее отнесся к этому, но, друзья, это еще не конец, сейчас у нас еще тут приколы заготовлены, на меня, на меня, посмотрите, как задымило, здесь галерея чистая, полностью кристально, оттуда все в дыму, а мы там вырыть, да, давай, ого, очень рад, ты гей, что там дождь, вот это ты не сантим, ты что, вообще не останавливался, ну, два раза ткнул в обои в стенку, капец, вот это да, ну, Серега, тебе отдельное спасибо, что мы увидели, что мы вам тоже, спасибо, все нормально, у тебя еще сделать еще сюрприз, спасибо большое, мне еще приготовили приключение, вы меня опять намочите, эх, ну что, господа, спустились, все целые, невредимые, спасибо за спуск, Серега, на самом деле не так страшен черт, как его рисуют, когда ноги ощутили твердь, мгновенно с души свалился камень, и сразу психика такая говорит, оооо, пацан, так и что ты блин? не боялся, вот это кайф, и вот так вот со всеми классными вещами в жизни. Ну что, Серега, мы в самой-самой старой галерее Киева, то есть, в принципе, вполне реально, вот туда было карету спустить через колодец, либо наверх поднять, и там какие-то грузы, лавру возить, здесь можно с этой повозкой ехать, и раньше был выход в Днепр, потом трубу положили, уже нельзя выйти, ну, мы выползем сейчас в Днепр, ну, короче, большущая галерея, таких в Киеве больших нету, очень красиво, это минералы, здесь мы на большой глубине, это все черное, это все черное, это все минералы красивые, здесь понасекали, тут такие краски, которых на поверхности нету. Что, Сайя, как тебе спуск? Да страшно, капец, я до сих пор еще не отошел, я где-то там, а я вдруг, думаю, вдруг я уже упал, а эта матрица воспроизводит воспоминание уже, значит, на этом лежу поломанный. У меня страх появился где-то на середине, когда у вас рассинхрон... Когда Дима уехал, я остался, почему-то такое... Я, возможно, неравномерно выпустил веревки, но вы все равно дальше, чем нужно, не разъехались, вы между собой... Ну, мало ли, я в этих веревках особо не сижу. Не, ну понятно, нестандартная ситуация, но... Ну, я тебе доверяю, поэтому не страшно, ну, блин, все равно страшно. Так страшно или не страшно? Страшно. Вдруг ты думаешь, что Санин конкурент, сейчас я их отпущу, хэви, гид, вниз. А потом вспомнил, что я могу вас посерединке, типа, застопорить, понял, завязать и уйти, там, через пару дней вернуться. А ты кинь! А что бы мы делали? Ничего бы не делали, я бы ничего не сделали, у вас бы просто ноги отнимели через пару часов и все. А на каталке, что бы не съехали, выражи? А где у тебя каталка? Спусковухи сверху у меня были. А-а-а. Ну, единственное, что могли бы это ножом отрезать и вниз прыгнуть. А-а, ну нормально, у меня же нож бы можно попрыгнуть, ладно, идемте. Ну что, в полный рост ходить по тоннелям просто по удовольствию, а то обычно вот так идешь, шея, спина болит, а сейчас просто в полный рост. Здесь, кстати, даже на лошади можно было бы скакать. Я же тебе прошу и говорю, я же не шутил. Ну а сейчас недолго ты в полный рост походишь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тут до 1960 года здесь уже начиналась набережная. Вот видишь окончание туннеля? А вот тут ступеньки, наверное. Это уже в 1960 году бетон приклеили. Раньше вот портал был выход в Днепр. Можно было каретой прямо в Днепр выехать. Сейчас переделали и только вот видишь труба. Ну там сейчас вода поднятая, не брай, мы не можем выйти. Пойдем через соседнюю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полный привод и вперед. Раз, раз, раз. У меня была экскурсия, где нас женщина застряла, не могла тут пролезть. Большая тучная. Наша цель сегодня еще не достигнута. Мы хотим выйти в Днепр. В Леку выползли. Поэтому у нас есть цель, который мы сейчас будем делать. Пойдем еще чуть-чуть за всем осталось, почти пришли. И дальше самое интересное, выползли в Днепр. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, тут затопленный участок, Серега. Я что хотел вам показать. Тебе, Серега, и вам, дорогие телезрители. У этой системы, она уникальна для Киева. У нее есть свой герб. Герб. Сейчас, если все не пройдем, то я сплаваю, покажу. Есть герб. А он там находится. Вон там. Чуть вода затоплена. Пойдем попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ладно, тут еще какие-то туннели. Глянь. Кидал. Попа. И снова штука. Смотрите, здесь такая перегородка, которая держит всю эту воду. Это вместо того, чтобы почистить, они вот так вот заготили. Ну, нельзя чистить, потому что там кабеля, понимаешь? Ауа... Ноги не промочил? Нет, все отлично. Ого! Ага... А я тут не был, наверное, немножко, человека не соврать. Ауа! 1916 год. Инженерные войска. Якорь и топор. Это высечено в граните, чтобы вы понимали. А что значит якорь и топор? Инженерные войска, понтонные переправы, которые делали эти вот. Система вообще она конец 1700-х годов, начало 1800-х. Это реконструкция 1916-го. До 1916-го она была деревянной. То есть как там, где вот до дома. Да, она вся была из дерева. Это порсик. Вот так вот. Серёга, давай, последний наш рывок вперёд. Вот туда? Да. Не знай, как ты говоришь. Экма, эй, 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 опа, опа. Ну что, друзья мои, вперёд? Идёте? Я вам честно, у меня после прошлого раза фобия какая-то. Я труп боюсь. Не очень хочу туда лезть. Тут до Днепра буквально метров 300. Нет, я вижу, что она, короче, широкая. Здесь нормально всё будет. Просто тут никто не лазил. Прикол в том, что тут были люди последний раз лет 10 назад. Ну, надо же кому-то лезть. Значит, лезем. Чё, погнали? И вот мы снова здесь. Здрасте. Ну, здесь попросторнее будет. Это над нами уже дорога, да? Эээ, ну, скоро будет, либо уже есть, да. Я уже машину, просто, слышал. Вот как ты не старался, всё равно надо ползти. Такое болото. Что там? Ещё комфортно мне тут. Я как рыбка. Рыбка в воде в полном смысле слова. Сусанин под водой. Кайфую. Пройдёшь, ништяк? Да, изи. Правда, грязный, но... Аккуратно старайся не черпать кимзой шишу. Просто старался и начерпал, потому что я лёжа полз. А здесь можно на коленях. Что, колодец? Да. Ну, этот люк уже под дорогой. Ступокер. А, вот там сюда, ещё ниже. А нам дальше, там труба становится уже. Долго ещё? Да не, недолго. Ну, сколько метров? Сколько тяга? Надеюсь, надо, сколько полдороги пропустить. Сколько полдороги, две полосы. И потом набережная. А, ну ладно, погнали зато. Меньше 100 метров. Друзья, мы ладим, чтобы сделать вам контент. Показываем красоту подземного мира. Это же так прекрасно. Эти клаки. Это такое милое дело. Мне так нравится вот это вот. А люди смотрите себя с телевизора нас смотрите. Чай пьёте там сидите. А мы затратим. И кайфуем тоже по-своему. Так что вперёд, Сэмби. Грязь. Трёх, кайфую, чтоб сусонячий флаг? Ну, иногда кайфую. Прям сейчас запах такой, что кайфовать сложно. Да? А я представляю, что в той трубе сейчас будет. А будет там, ничего не будет. Всё, пошёл? Да. Я могу водить? Сейчас, минутку. Да, да, выходи. Пацаны, ну это жёстко уже. Посмотрите, вот так выглядит наше перемещение. Вот. Я не знаю, диаметр трубы сантиметров 30. Это 50, Дмитрий, это 50. Ты в колодце? Да, я тут разогнулся полный рост. А люк там есть? Да. А тебя именно вот эта вот старая психология возбуждает. Не, мне просто стрёмно. Типа, что вода начнёт подниматься. Я же тебе про что говорю, когда в древности мы начинали лазить, когда вот ползаешь, колодцы уже чуть отлягают, что на всякий случай можно выскочить от мешок. А колодец ещё и обмороженный, поэтому он открывается. Нормально. Фу, пацаны, тяжко, в натуре тяжко. Постарел трохи? Не, я просто не могу колено здесь выровнять. У меня нога в одном положении. А, то я карлик, так мне удобно, понимаешь? Я маленький. Так мне зашибись, я тут как рыбка в воде. Я тут хер достану, ты представляешь? Да. Что за мной тут кто погонится, хер поймает. Ты реально впритык идёшь, кокет. Да. Вот это да. Нормально. 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 А-а-а. Всё, ёбр. Серёга, жив? Да. В этой трубе немножко попроще. Здесь хотя бы можно как-то двигаться. Ой, жёстко, ой. Как мне в детстве говорили, опять по своим трубам лазил. Ещё прошло 40 лет, и что происходит? Просто мы с этого начинали. Это то, с чего всё начиналось в 2001, 2003, 2005. Не было изначально метро, бомбоубежище. Вот были вот такие вот. Метро построили в 2005? Не, у нас тогда не было такой компетенции. Я понял. Начинали с, ну, слегка доступного. А это вот такие жёсткие трубы. Трубища. Всё возвращается на круги своя. Да, друзья, всё в округи своя начинается. Что, нам дальше ещё? Да, я тут это вот, я бы тут жил бы. Ей-богу, мне так нравится. Я бы под люком сидел бы. Может, кто копеечку кинет? Чтобы копеечку кинуть, надо такая, знаешь, ливнёвка, типа, была. Решётка, знаешь? Да. Я прохожих любил раньше пугать на крещатике, решётке, орать. Люди не понимали. Ты, кстати, мог бы пранки записать, типа, пугаю людей на крещатике. Да сейчас уже хер кого испугаешь. Сейчас кого испугаешь, туда петарду тебе кинут, охренеешь сам. Ну что, нам вверх сейчас или дальше? Куда? Вниз? Да. Так, разойдись. Рассунься морем, иду засуну. Тут с тобой на трансе дырка. Вот такая, вот так вот пацаны это выглядит, вот такая тусовка. Вот так пацаны делается контент. Самое опасное в этой ситуации, если пойдёт резко вода, если начнёт подниматься уровень. Но это может случиться только весной, во время внезапных ливней. Сейчас зима, минус 20. Всё, ништяк. Плывёшь? А? Плывёшь? Плыву. Это чистые колодезные воды. Ну, на вид они не такие уже чистые. Как ничего страшного. Это всё выходит в Днепр, тут окупаются дети. Через 20 метров. Там уже пляж. Ну что, погнали, а то прохладно уже будет, а? А-а-а! Ух ты, если ещё и нашёл. Ну да, ну да. Ставим диггерский фонарик. А ну. Кто-то, видимо, дай я гляну. Тюжет идёт. Опа. Ой, упал, дай. Вот, акумулятор ещё даже здесь. Ух. Это профессиональный. Это всё или ещё один переход? Да ещё, что, друзья, я вам хочу сказать. Что я для вас стараюсь и занимаюсь своим любимым делом. В 40 большим почти 50 лет не каждый может поградиться тем, что занимается любимым делом, от которого истинно кайфует. Как ни странно, но эти трубы мне так нравятся. Мне вот это хлебом не корми по этим другом, дать вазик. А ты ещё и стал видеть моим любимым занятием, моей работой, хобби, увлечением. Так что я для вас стараюсь. Спасибо, мои дорогие подписчики. Когда вазим, вазим по этим трубам. Друзья, если у вас в городе есть трубы, можете написать, я приеду к вам в город и положу по вашим трубам. А фонарик мы заберём, восстановим. Подлежит восстановлению? Агитационно не подлежит восстановлению. А мне кажется, подлежит. Ну, при большом усилии. А что, это феоникс? Да нет, это какая-то шляпа. Думаешь? Сто процентов. Китайский какая-то вообще. Нет, не феоникс. Китайский. А, ну, покрёпай, ема, ну, бону! Что, вперёд, последний рывок к нашей цели. Разделяешь энтузианность? Вообще не, над нами люк, я бы сейчас тут вылез бы, честно. Тут просто половина люков под дорогой. Ну, ну да, я думал об этом, это опасно открывать, поэтому лучше, конечно же, пролезть будет. Посмотрите, пацаны. Посмотрите, ёб... Вижу улицу. А что там за шляпа такая лютая? Какая шляпа? Ну, вот такая шляпа. Вот там вот мы вылезем? Не, не знаю. Ага. Если постараемся, то вылезем, конечно. Что, заложено? Да нет, не заложено. Ну что, первый пойдёшь? Ну. Пусть давай быстрее. Не, я тут не вылезу. Чего? Давай в люк туда. Начерпаю. Не, только выныривать. Так вынырни. Ты что, я сейчас мокрый лезть буду? Не, не пройдёшь. А-а, там заледенело. Пацаны, мы застряли, что делать? Мы не застряли. Мы застряли. Привет. Сус! Да? Мы застряли. Нет. Что делать, у меня паника? Не паникуй, малой. У нас есть запасной вариант, это люк. Смотрите, пацаны, вот я вам покажу, вот выход в Днепр, вот. Но там очень узкое отверстие, оно обледеневшее, и там физически человек не пройдёт. Это лето можно. Задержать дыхание и вынырнуть. Но не зимой. Сус, коленка вымерзла. Вот руки. Ага. Комбайнеры. Ну, надо ногами выбивать. Надо. Давай. Нажись на спину, не будешь. Ну, ты попримерзла, а полыкаешь? Да. Посмотрите, в какой грязи к нам. О, есть. 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 Ааааа. Тупо черепашки-ниндзя сейчас выняли. Ааа. Что там, гора снега? Я не знаю. Выйдем? Ну, конечно. Ого. Ого. Вылазим быстрее, потому что очень холодно. Очень. Посмотрите, пацаны были на мою руку. Вот этот... Давай фонарь. Выходь. Как черепашки-ниндзя вылазим. Да. Ух ты. Никогда не думал, что так буду рад. В большой горе снега. Ну, шо? Ну, шо, друзья мои. Шо, сплинтера надо вытянуть. Хоба. Хоба. Шо, друзья, цель достигнута. Мы дошли до самого-самого конца. Если бы не снег, выпало, если бы вот два метра тут оставить. Капец, это именно да. Жесть. Ну, прикиньте, какой маршрут проделали. Это ж с ума сойти можно. Ну, я вам шо хочу сказать, друзья. Не старейте, делайте свои мечты. Больше воплощайте их в жизнь. Делайте крутые вещи, которые страшно. Реально страшно. И все будет ништяк, будет радость, будет веселье, как говорится. Друзья, спасибо, что досмотрели видос до конца. А для самых наших преданных зрителей я хочу поделиться приятной новостью. Совсем скоро, уже где-то в течение месяца, выпуск «Инсайдерс» про космодром Байконур выйдет в прокат в кинотеатры Украины. Друзья, следите за новостями. Как только мы узнаем конкретику, сразу дадим ее вам. До свидания. До новых встреч. Маму, ваши дети, как птицы, в далеч забредили крыльбе.